В Керче с концертной программой В начале концерта артист признался, что преодолел не одну сотню километров, чтобы добраться до Керчи, и рад встрече с поклонниками, которые очень тепло приветствовали певца. Как-то люди сразу же начали отзываться, какие-то такие приятные лица, улыбчивые, хорошие, несмотря на жару, эти листочки повсеместные. Я забыл о том, что я устал, хотя сейчас вспомнил снова. Не успел выспаться за счет того, что был День российского флага. Я ездил в Москву, пока все у нас отдыхали в туре. Я съездил в Москву и не поспал две ночи толком. Между исполнением песен Стас Пьеха рассказал о том, что выпустил авторский сборник стихов, и даже зачитал из него несколько строк. Не помню, во что я верил, на что возлагал надежды, одежду носил по моде, по совести брал о личном, и что-то в моей природе взрастило меня цинично. Не помню, какие черты давали тогда мне силы. Боялся бояться смерти. Умел умирать красиво. В машине с толпой ругался. Все разрушав, не строил. Не помню, о чем я смеялся в последние с тобой. Нам также удалось узнать, что творчество – не единственное занятие певца. Он готовится к открытию наркологической клиники. Она называется «Клиника острых состояний». Это и вообще все, что угодно. И наркология, психиатрия, алкоголизм. Та проблема, которая называется у нас «Зависимость». Это одна из самых смертельных болезней, в тройку входящих на сегодняшний день. И, в общем-то, я вижу свое предназначение в том, чтобы быть полезным в этом. Возвращаясь к концерту, следует сказать, что в этот вечер Стас Пьеха был максимально откровенен со своим зрителем. Он рассказал, что около года назад испытывал творческий кризис, выход из которого певец нашел, попробовав себя в новых музыкальных направлениях. Он сменил команду музыкантов, записал свежие аранжировки к своим хитам и начал писать песни сам. Мы просто стараемся сейчас сделать то, что нравится нам. Это симбиоз. Это, опять же, такая поп-музыка, но она как бы там включает в себя и какое-то британское звучание там гитарное, и что-то электронное там, я не знаю, европейское. Вот. Какие-то американские там соляники, какие-то рок-вкрапления. Самое главное, что это световое шоу, да, такое как бы оно. Может быть, даже что-то стадионного масштаба. Это песни, которые берутся там из трех минут в восемь, да, превращаются. То есть то, что называется как бы дыханием концерта. Оказалось, что дата проведения концерта в Керчи совпала с днем рождения самого молодого музыканта в группе, барабанщика Максимилиана Максоцкого. Его поздравили всем залом. А вот как отмечал свое 36-летие Стас Пьеха, он рассказал нам в беседе. В последние там два дня решил, что надо отмечать. Вот. Это еще не 40, и отмечать надо. Вот. Я снял лофтик такой, как бы там диджей, какие-то чаи разносортные, там интересные поставил, вот кальяны. Это пригласил людей просто как бы такой вот в клубной такой атмосфере, чтобы не было тостов, там каких-то вот честов, конкурсов. Просто, ну, на свободной основе. Ну, и как-то поначалу казалось, что не клеится, а по оконцовке все склеилось. На протяжении концерта Стас Пьеха общался со зрителями в зале, много шутил, а также исполнил песню-импровизацию на тему своего приезда в Керчь, от которой зал остался в восторге. Я приехал с утра в Северопольский аэропорт, Так хотел я поспать, Но в конце не могу я поспать, Потому что люблю Ваш смех, Ваш смех, Ваш смех, Потому что люблю Когда вы приходите к нам Кэй, Я не слышу Кэй, Я не слышу Кэй, А еще разочек. Он порадовал и старшее поколение, присутствовавшее на концерте, исполнив песню своей знаменитой бабушки Эдиты Пьехи «Наш сосед». Ну и напоследок традиционное селфи. Себяшка, да? Угу. Ну, Боже. Роста не хватает. Вот так тепло прошел концерт Стаса Пьехи в Керче. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Таааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа